Я хочу попросить тебя помолиться. Вот знаешь, приходят просьбы за спасение Ольги, Олега, за сына и так далее. Но ты сказала, что ко многим из них так родители или близкие не относились, как относились христиане. Я не обвиняю сейчас родителей или близких людей, потому что я нахожусь в глубоком убеждении, что люди не могут дать больше, чем есть у них, что они стараются, но им самим не так много дано. Но я хочу попросить тебя молиться как раз за этих близких, которые ходатайствуют за потерянные души, чтобы Бог дал им силы любви. Вот той силы, которая вас вела в эти подвалы, в эти мрачные, глубокие места, вообще преисподние практически места города, как бы язвы города, чтобы забирать от потерянных людей. Вот просто хочу попросить тебя молиться о любви для тех и по возможности также о тех, кто находится в противостоянии или уже поражен вот этим коронавирусом. Там, знаешь, идут просто какие-то полчища страха перед коронавирусом, неустройства в лечении, в восстановлении. Но, друзья, я также перед тем, как Сергей сейчас начнет молиться, я хотела провозгласить Божью победу. Приходят просто несколько свидетельств подряд. Валентина Филимона Новикова говорит, «Ваша команда молилась за Наташу Чупракова. Бог восстановил ее после коронавируса. Легкие очищены полностью. Слава Богу!» Надежда рассказывает, «Новорожденная Маргарита задышала сама на 70%. У нее была врожденная пневмония. Спасибо за молитвы». Это значит, что Дух Святой, молитва, любовь, все это уничтожило. Пневмония – это бактерии, пневмония – это нужные антибиотики. Бог дал, духовный антибиотик. Людмила, я получила исцеление. Вчера я не могла даже слова произнести. Кашель был очень сильный. Я задыхалась. А сегодня я смогла прославлять Бога на иных языках. В один миг вышла вся мокрота. Я пропотела и стала полностью здорова. Слава и хвала нашему всемогущему, живому Богу. Знаешь, я скажу хорошую вещь, последнее свидетельство. Хвала – это то оружие, которое выводит человека из любой ситуации. Болезнь, страх, неуверенность. Если есть это все, я просто умолюсь, чтобы прежде всего у вас поднялась хвала. Хвала. Неважно, умеете вы петь, не умеете вы петь, умеете вы играть, не умеете вы играть. Это абсолютно неважно. Важно, чтобы эта хвала из вас поднялась во имя Иисуса Христа, потому что она внутри вас. А там, где хвала, там разрушаются все оковы. Тьмы, болезни, страхы, неуверенности. Хвала приносит в вашу жизнь любовь, мир, радость. И самое главное, знаете, вот этот шалом небесный, который нечеловеческий, во имя Иисуса Христа, да будет это так. Да, поднимутся руки, поднимутся крылья тех, кто устал, и расправятся. Потому что вы делаете это не своей силой. Вы делаете это силой Господа, которая в вас, которая с вами. Даже если вы устали, признайтесь честно Богу, я устал, Господь, я сам по-человечески устал. Устал верить, устал жить, идти куда-то. И вы знаете, когда вы это признаетесь перед Богом, Бог верный. Он говорит, отлично, я возьму тебя на руки и понесу. Я расправлю твои крылья, и ты полетишь. На зло врагу. Враг, может быть, похоронил вас уже. Враг, может быть, поставил на вас крест. Но на вас не поставил крест Иисус Христос. Потому что там, на кресте, у него было мужество умереть за вас. Для того, чтобы вы смогли жить им. Поэтому любая ситуация в вашей жизни, знайте, Иисус Христос на кресте, все там умертвил и дал вам силу в нем, не в себе. В себе вы не сможете победить, но в нем вы победите. Потому что он не остался на кресте, крест пусто. Он сошел в Христа и оказался у Отца. Оказался у Отца не просто так, он отказался с молитвы, оказался с кровью, которая свидетельствует и очищает вас. Поэтому в вашей жизни нет ничего невозможного. Поверьте, во имя Иисуса Христа. Имейте мир Божий. Шалом. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус.